Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Борис Дронкин. Я консультант по внедрению системы класса WWMS. Коллеги, добрый день. Меня зовут Владислав Семенской. Я консультант по внедрению проектов TMS X4. Темой нашего сегодняшнего вебинара является автоматизация стратской транспортной логистики в агропромышленных предприятиях полного цикла. И данная тема выбрана неспроста, так как агропромышленная отрасль очень интересна с точки зрения автоматизации как стратской, так и транспортной логистики. Особенно, если мы говорим о предприятиях полного цикла, которые включают в себя широкий спектр задач, начиная с уборки зерновых культур на полях и заканчивая производством и продажей готовой продукции мясной и молочной конечному потребителю. Мы с коллегами вдохновились агропромышленным комплексом, в том числе из-за специфики хранимого и оборачиваемого груза, в том числе комбикормов, биологических добавок, а также животных и мясной и молочной продукции. Все перечисленные товарные группы очень требовательны к условиям хранения и контроль за соблюдением этих условий в важных задачах как и для самих предприятий, так и для государственных регуляторов. Также эта отрасль характерна высокой конкурентной средой, которая ускоряет динамику развития и ставит новые задачи перед отраслью, открывая широкие возможности для автоматизации, о которых мы сегодня поговорим. Перед тем, как мы начнем, стоит упомянуть, что в наш рассказ включены далеко, а не все звенья. Мы озвучим только те, которые, на наш взгляд, нуждаются в автоматизации уже сейчас. Но это не значит, что остальные звенья не нуждаются в автоматизации вовсе. Давайте начнем с актуальных задач для транспортной и склассовой логистики в отрасли. Перед агропомощным комплексом стоит множество задач, которые необходимо решить и автоматизировать. Но я хотел бы выделить наиболее актуальные, по нашему мнению, которые стоят на текущий момент. Это контроль биобезопасности при планировании перевозок, регулирование потоков передвижения различного типа транспорта и учет запретов на проезд по дорогам в условиях АЧС. В отличие от нишевых отраслевых задач для транспортной системы, перед системой управления складом стоят задачи более широкого профиля, которые применимы как в рамках агропромышленного сектора, так и вне его. В первую очередь ВМС должна контролировать условия хранения и обработки груза, обеспечив его сохранность и доступность для оборота. Для этого необходимо учитывать запасы в разрезе партии и сроков годности, контролировать температурные режимы хранения и соблюдать правила совместимости запасов. Также важной задачей для ВМС является облегчить взаимодействие с государственными регуляторами и создать благоприятный климат для соблюдения их условий. В этом нам поможет учет запасов в разрезе ветеринарных свидетельств, сертификатов, а также учет серийных номеров согласно системы «Честный знак». И, наконец, от системы требуется увеличить прозрачность бизнеса, дать возможность видеть актуальную информацию в реальном времени и создать площадку для оптимизации и улучшения процесса. Для этого требуется учитывать операции на складе, анализировать товарооборот и оценивать эффективность работы. И на основании всего этого, соответственно, оптимизировать складские операции. Первыми решениями поставленных задач перед нами являются заявки, планирование рейсов с учетом специфики агропромышленного предприятия, распределение специализированного транспорта, исполнение рейсов, управление собственным парком и расчет распределения доходов и расходов. Система ВМС справляется с поставленными перед ней задачами с помощью учета и управления партиями и сроками годности запасов и их сертификатами, с помощью контроля температурных режимов и правил совместимости запасов, управлением серийными номерами ИКИС, как в разрезе индивидуальных упаковок, так и транспортных, использованием инструментов товара, анализа товарооборота и управления ресурсами склада. Наша цепочка начинается, конечно же, в поле, когда мы посеяли урожай, в последующем его собрали. И здесь следует отметить то, что в полях работает, конечно же, огромное количество техники, например, трактора, комбайны, у которых есть также свое устанавливаемое дополнительное оборудование. Здесь нам также необходимо учитывать ГСМ затрачиваемое как без подвесного оборудования, так и при его использовании, потому что, как мы знаем, дополнительная нагрузка ведется, когда мы используем те же плоги, которые под определенными заглублениями требуются учесть. Вернемся немного в прошлое и посмотрим то, что вспомним о том, что учет ГСМ увелся при помощи путевых листов, и просто это сдача путевого листа с информацией, минимальные пробеги, ГСМ, и где-то это в итоге все оставалось и пылилось. Через какое-то время у нас появились стационарные трекеры, датчики, которые как раз-таки позволяют видеть такую информацию, как местоположение транспорта, датчики позволяют контролировать уровень топлива, собирать эту статистику. И, соответственно, такой большой объем информации требует определенного рода софта. Наш софт, TMS X4, позволяет собрать эту статистику, проанализировать и выявить определенного рода отклонения от норм. Выглядит TMS это следующим образом. Заполняются заявки на специализированный транспорт, создаются путевые листы, в которых отображается вся необходимая информация по пробегам, по ГСМ. Указываются расходы топлива, задаются необходимые их показатели и надбавки, если они имеются с учетом датам дополнительного оборудования и так далее. Следующий участок это у нас доставка урожая с полей. Мы выделили некий такой участок, который тоже требует, иногда в некоторых случаях требуется автоматизировать. На нем можно отметить такой показатель, как узкая горлышко на въездах на, допустим, комбикормовый завод. Ведь все мы знаем то, что в данном месте собирается большое количество техники и уже обычным регулировщикам такую задачу не решить. Здесь необходимо учесть транспорт, который скапливается на въезде, разграничить его по времени прибытия, соответствующие, учесть дополнительные операции, ну, допустим, да, там такой, как дезинфицирующий барьер и тому подобное. В системе настраиваются специальные, да, там, правила посещения адресов, в которых оказываются дополнительные операции, которые проводятся, могут, да, там, перед, после проводиться, длительность их и специальные отборы, чтобы автоматически система могла понять, где мы находимся и где требуется выполнение той или иной дополнительной операции. В дополнительных настройках мы можем учитывать то, чтобы, да, там, какой у нас тип транспорта используется, в каком месяце ведется, ну, та же мойка, то, что мы знаем, что осенью нам потребуется больше времени для того, чтобы помыть транспорт. Зимой – это другое время, летом – это, конечно же, уже третье время. Зимой – это другое время. То они все чаще обеспечивают своей промежуточной продукцией, в данном случае комбикормами, сторонних потребителей, то есть клиентов. А там, где начинается внешняя торговля с клиентами, существенно увеличивается требование к клиентскому сервису и, соответственно, к складу. И при клиентском уровне требований учет на бумагах или в Excel – не лучший помощник. Здесь необходима цифровизация и автоматизация процессов. Помимо автоматизации стандартных процессов операций, таких как приемка, размещение, хранение, отбор и отгрузка, я бы хотел особенно отметить учет товара в разрезе партии и сроков годности. В зависимости от бизнес-требований система позволяет выстроить все необходимые реквизиты набора информации при работе с партиями. То есть если нам необходимо включить учет по срокам годности для партий, на скриншоте видно, что есть соответствующая функция, которая позволяет включить учет, определить ту информацию, которую нужно ввести, например, дату производства и дату окончания срока годности. Также система позволяет отслеживать номера грузовых таможенных деклараций, сертификатов, водителя-поклаждателя, тем самым насыщая партию всей необходимой информацией уже на стадии ее возникновения. Также система позволяет настраивать правила наименования партии, позволяя включать в ее наименование ту ключевую информацию, которую необходимо распознавать при взгляде на товарную этикетку. Допустим, здесь мы можем включить в шаблон номер документа, а также дату производства, если эта информация требуется нам для быстрого определения при работе с товаром. По тому, как мы насытили партию всей нужной информацией, система позволяет управлять товаром как в разрезе партии целиком, так и управлять ей в разрезе отдельных ее реквизитов. Система также позволяет контролировать состояние партии. Например, если поступил сигнал от производства, что произведенная партия, какая-то определенная произведенная партия, запрещена к отбору и отгрузке клиентам по тем или иным причинам, система позволяет в два клика сменить ее состояние и полностью исключить ее из товара оборота. И там, где раньше нам приходилось печатать на бумаге или расписывать запрещенные к отбору партии, передавать их к кладовщикам и тратить время на идентификацию и разделение, то сейчас система полностью исключает данную партию из товара оборота при потребности. Также учет по партиям дает возможность отслеживать происхождение товара на складе путем идентификации документа поступления, с помощью которого мы можем понять, когда именно данная партия поступила на склад, кто ее принял, кто разместил, какая производственная смена за это ответственна и так далее, так далее. В системе предусмотрено автоматическое изменение состояний запасов. То есть, если мы говорим о базовых состояниях, таких как кондиция и брак, то система позволяет задать определенные диапазоны, как числом, так и процентов, диапазоны остаточного срока годности, подходя к которым система автоматически, без вмешательства человека, изменит состояние партии и, допустим, исключит данную партию из оборота при истечении срока годности. Хотелось бы отметить возможность создавать и добавлять промежуточные состояния, допустим, как на скриншоте истекает срок годности, задать диапазон 10-20 дней, и как только останется 20 дней до истечения срока годности данной партии, система автоматически изменит состояние, что позволит управлять реализацией товара, исключая расходы на хранение просроченного груза и его утилизацию. В том числе система позволяет контролировать запас остаточного срока годности при поступлении и отгрузке, то есть задавать эту настройку в рамках контрагента как для всех товаров, поступающих от него, так и по наименованию. На скриншоте видно, что запас годности вводится процентов 40%, это означает, что при поступлении товара, если остаточный срок годности для партии товара менее 40% от его общего срока хранения, система не допустит его поступления. И ровно то же правило работает и для отгрузки со склада. Хотелось бы также отметить, что учет управления партиями товара и сроками годности не является пределом автоматизации для данного звена, так как в будущем может понадобиться контроль маркировки, фасовки и других процессов. И с помощью этого контроля мы обработали наш комбикорм, подготовили его к отгрузке и передаем для транспортной логистики. На данном участке цепи необходимо отметить, что нам требуется использовать специализированный транспорт в части магистрационного транспорта и учета циклических рейсов. Магистрационный транспорт потребуется для того, чтобы мы перевозим на наши комплексы различные марки корма и для того, чтобы на один комплекс за один заход доставить нам различные марки корма, конечно же, помогает многосекционный транспорт. Необходимо отметить то, что организация ряда циклических рейсов – это проблема утилизации транспорта, потому что здесь нужно учитывать временные интервалы, выезд и возврат в гараж, рассчитывать время на дорогу, минимизировать количество транспорта и тому подобное. В системе задаются параметры, которые позволяют учесть все вышеперечисленные задачи и распланировать транспорт таким образом, чтобы учесть полностью, утилизировать его максимально точно, разграничить его прибытие на комплексы с учетом тех же пересечений с другими транспортными средствами и обойти, как я уже ранее говорил, некие узкие горлышки на въезде на те или иные объекты. Следующим кусочком нашей цепочки является доставка на производство. Здесь я хотел бы отметить несколько потоков перемещения. Это внутренний поток, внешний поток и возвратный поток. По строениям маршрутов здесь необходимо отмечить это упорядочение маршрута по типовому расписанию, то есть периодические рейсы – это автоматическое и ручное планирование рейсов, так сказать, оперативное планирование. В системе выглядит построение маршрутов следующим образом. Учитываются все необходимые дополнительные операции, которые необходимо пройти до и после посещения объектов. Например, те же мойки, предварительные мойки, санитарные нормы все выполняются. В системе назначаются необходимые, так сказать, отстои транспорта, которые могут длиться от 24 часов до 96 часов в зависимости от зон посещения, карантинных и так далее. Для животновозов эта задача актуальна после каждого посещения клиента, когда мы используем в особенности собственный парк транспортных средств. То есть после каждого посещения клиента нам необходимо в каком-либо из мест отстоять наш транспорт. Для кормовозов это актуально в части изменения кластеров. Решая задачу маршрутизации транспорта, мы решаем задачу распределения потоков транспортных средств при въездах на наши объекты, такие как свинокомплексы, фермы КРС, птицефабрики и так далее. То есть, как я уже и ранее говорил, нам необходимо учесть распределение транспорта таким образом, чтобы все время не возникало каких-либо пересечений, потому что подъездные пути к комплексам – это некая, может быть, узкая дорожка, где попросту не поместится кормовоз, животновоз. Решить все вышеперечисленные задачи, конечно же, невозможно без геоинформационных сервисов. И наша система совместно с решениями наших партнеров, таких как Яндекс.Карты, OpenStreetMaps, HeoMaps, позволяет визуализировать информацию, геокодировать и решать задачи мониторинга транспортных средств. Для того, чтобы это все стало возможным, на транспортные средства устанавливаются стационарные трекеры, которые в системе привязываются к каждому из транспортных средств и при помощи подключения к серверам сбора спутниковых данных получаем информацию с этих серверов. И в последующем используем для визуализации и контроля передвижения транспорта. Также Android Клиент для водителей позволяет решить задачи отправки данных о текучем местоположении, отображаем маршрутов по рейсу, ввода информации более точной о прибытии, убытии. То есть при прибытии на один из объектов водитель отмечает факт прибытия, факт начала работ и факт убытия из данной точки. При помощи Android Клиента он может взаимодействовать непосредственно с диспетчером, чтобы решать проблемные ситуации и чтобы диспетчер мог оперативно отреагировать на данные ситуации. Также одной из функций контроля является рабочее место спутникового мониторинга, на которое при помощи, как я уже ранее говорил, данных, которые мы получаем от спутников, выводится вся необходимая информация и визуализируется на карте, где мы можем просмотреть плановые маршруты и их фактические маршруты, увидеть все отклонения и некоторые события, которые могут возникать с транспортным средством. Для контроля санитарных зон используется специальный сервис, который позволяет прорисовывать зоны при помощи... То есть мы можем отрисовать некие области, когда у нас они закрываются на карантин и в последующем используются для построения маршрута в объезд таких зон АЧС. Вообще говоря, о функциях контроля. Вся полученная информация должна где-то консолидироваться и собираться в единое, чтобы диспетчер мог ее оперативно контролировать, оперативно на нее реагировать и обрабатывать эту информацию. Для этого используется рабочее место управления инцидентами. В системе оно выглядит следующим образом. При возникновении проблемных ситуаций диспетчер сразу видит, что происходит с тем или иным транспортным средством, может оперативно связаться с водителем, уточнить у него информацию, ввести проблематику и прокомментировать ее в системе для последующей отчетности. В данном звене на склад готовой продукции поступает и обрабатывается готовая молочная и мясная продукции. И говоря о нынешних предприятиях агропромышленного комплекса, мы говорим об организациях современных и зачастую инновационных. И управление данными организациями в части готовой продукции невозможно без специализированного программного обеспечения. В местах возникновения конкурентных преимуществ, а склад безусловно является таким местом, перед такими местами стоит ряд задач. И не углубляясь в базовые операции, таки как прием, охранение, отгрузка, я бы хотел особенно отметить контроль температурных режимов, контроль правил совместимости товаров, общение с системой честный знак и учет различных сертификатов и ветеринарных свидетельств. Говоря о контроле температурных режимов в рамках ВМС, в первую очередь мы говорим о возможности присвоить актуальный температурный режим для каждой зоны и области хранения, отразив ее характеристики и условия. Также данные о температурных режимах привязываются к товарной единице, и это позволяет создавать маршруты и пути для отбора и хранения товара, которые предотвращают порчу товара и выход его из кондиционного состояния, позволяя управлять его перемещениями по складу в рамках как исходящего потока, так и входящего, не исключая внутренние операции и процессы. Контроль правил совместимости запасов довольно чувствительный вопрос, так как в идеале один набор уникальной складской аналитики, а именно одно наименование с одной партией и одним состоянием, должна храниться в одном обособленном складском месте хранения, то есть это ячейки товара или поддоне. Это позволило бы увеличить эффективность работы на складе, сокращая пространство для ошибок, но при этом значительно бы и снизило эффективность утилизации складских площадей, увеличивая затраты на их содержание. Наша система позволяет изменить этот набор складских аналитик и хранить в пределах одной ячейки, допустим, несколько товарных наименований, но при этом не смешивать их партии. Как вы знаете, маркировка товара в условиях морозилов, то есть складов с температурными режимами – это довольно сложное мероприятие, и отличить визуально разные партии одного и того же товара, допустим, бараньих полутуш, практически невозможно с помощью невооруженного взгляда. И поэтому система может позволить, например, хранить в одной ячейке полутуши говяжьи, полутуши бараньи, но с одной и той же партией для каждого товара, что позволит избежать ошибок и при этом увеличит эффективность утилизации складских пространств. Также система может запрещать смешивать различные состояния, то есть годные и некондиционные товары запрещено хранить вместе. При контроле совместимости запаса может быть учтена разница сроков годности для партии и установлено строгое количество наименований, которые можно смешивать. Это все базовые настройки правил совместимости. Само собой система позволяет делать их гораздо шире и настраивать гибче. Но в первую очередь выделяются основные потребности производства. Что касается управления серийными номерами КИС, начиная уже с этого месяца, большая часть категории молочной продукции попадают под управление системой маркировки «Честный знак». И к концу этого года количество этих категорий только увеличится. Что означает управление серийными номерами? Если раньше, принимая тысяча штук определенного немаркированного товара с одной партией и одним состоянием, система умещала информацию о данном товаре всего лишь в одну строку. Теперь же эта информация должна помещаться на тысячи строк, так как каждая упаковка имеет свой уникальный серийный номер и свою маркировку. Это существенная головная боль для IT-инфраструктуры любого склада, и наша система нашла решение, избежав сквозного учета данных серийных номеров, регистрируя серийные номера при поступлении товара и при его отгрузке, и при этом не потеряв в эффективности контроля, так как система позволяет контролировать заблокированные серийные номера и исключать их из оборота при проверке, допустим, при выходном контроле во время обработки исходящего потока. Также важной функцией является контроль уникальных номеров групповых и транспортных упаковок. Это классификация SSC по GS1. То есть система позволяет создавать новые SSC-номера, агрегировать под ними все кизы, так называемые SG-team, и отправлять информацию, оперативно обмениваться об агрегации и расформировании данных SSC-номеров с корпоративной системой. На данном слайде, на скриншотах, мы видим, какие типы операции возможны с SSC-номерами. Это как блокировка серийного номера как товарной упаковки, так и транспортной, так и его разблокировка, формирование, расформирование и трансформация агрегационных номеров SSC. В системе существует свой регистр заблокированных серийных номеров, и в случае, если серийный номер находится в данном регистре, при выходном контроле система просто не позволит его отгрузить и попросит разместить в определенное место до выяснения обстоятельств. Также система позволяет настраивать структуры штрих-кодов серийных номеров как товарных упаковок SGTIN, так и транспортных упаковок SSCC, что позволяет системе построиться под уникальную специфику в рамках честного знака для каждой отрасли, включая всю необходимую информацию в этот код и позволяя использовать такой инструмент, как доверительная приемка. То есть сканируя только лишь транспортную упаковку, мы автоматически принимаем весь его состав. На данном скриншоте мы видим отображение агрегации номеров. В ходе поступления указан определенный уникальный набор серийных номеров и агрегационные номера, под которыми они, собственно, объединены. Также важной функцией является возможность привязать номер уникальной товарной транспортной упаковки к номеру физического поддона в рамках системы BMAT, что облегчает отслеживание нахождения данных номеров. Также с учетом различных требований от регуляторов система позволяет учитывать сертификаты и различные свидетельства в разрезе партий, то есть добавляет номера сертификатов и в случае, если требуется управление товарными запасами в разрезе сертификатов, то есть переместить их куда-либо внутри склада или также запретить к отгрузке, система позволяет быстро найти и идентифицировать нужную серию или нужный сертификат, который может принадлежать многим партиям, и оперативно заблокировать и исключить его из товара оборота. Мы прошлись по основному бизнес-процессу, но есть функционал, который актуален для всех участков цепи, и считаю нужным рассказать о, так сказать, базовых возможностях систем. В TMS X4 мы настраиваем ВГХ транспортных средств, автоматически заполняем расходы на ГСМ, контролируем статус путевых листов на всех участках цепи. И непосредственно нам необходимо проводить ремонты, учитывать агрегаты, учитывать запчасти и так далее. Для этого в системе TMS есть рабочие места по планированию ремонтов и управлению ими, по подбору запчастей, шин, узлов, агрегатов, которые используются при ремонтах. И, соответственно, нам, конечно же, необходимо учитывать задраты на выполнение данных операций. Нужно отметить то, что система TMS позволяет учитывать занятость складских ворот, учитывать самовыозы, которые, например, на свинокомплексах у нас, так сказать, в течение дня приезжают клиенты, которые самостоятельно забирают живую продукцию. И уже между этими окошечками мы подставляем оставшиеся рейсы, которые планируем развести по внутренним складам, переместить между репродукторами, раскидать между откормами и так далее. Имеет место отметить мультимодальные перевозки, когда мы доставляем продукцию от складов с готовым сырьем и перемещаем его до конечного потребителя между региональными какими-то складами хранения и так далее, где на каждом из участков цепи мы сменяем наш транспорт. То есть изначально мы везем большими транспортными средствами, далее мы уже по регионам и непосредственно городам доставляем маленькими транспортными средствами до конечного потребителя. Также на всех участках цепи необходимо, ну не на всех, а скорее для готовой продукции, необходимо контролировать температурные режимы. Также совместимость различных видов продукции, потому что мы не можем перевозить, допустим, замороженную продукцию вместе с охлажденной, мы не можем повезти тех же пальменных животных вместе с товарными свинками. необходимо, да, там учитывать и возврат тары от клиента, тех же, допустим, термобоксы, и имеет место обозначить это привлечение наемного транспорта на любом из участков цепочки. Для этого нам поможет использовать, да, там функционал ТМС, это внутренний тендерный портал, который работает там следующим образом. В системе заводятся перевозчики, которым предоставляется ограниченный доступ для работы в системе. В последующем мы проводим тендер, видим, какие, да, там денежные траты мы понесем, используя того или иного перевозчика, отправляем им заявки на перевозку, и они уже соглашаются или не соглашаются о предоставлении транспорта, отправляют нам ответную заявку, и мы ее подтверждаем или не подтверждаем, в зависимости от того, да, там, от показателей, которыми мы оперируем. Ну, в основном это, конечно же, стоимость перевозки. Также возможность интегрироваться с внешними площадками, как на запрос транспортных средств, так и на продажу собственных. В системе настраиваются гибкие правила расчета затрат, так и распределения затрат, и возможность анализа доходов и расходов. Здесь мы разделим их на три, это прямые расходы, косвенные расходы и расходы будущих периодов. Прямыми расходами мы можем считать такие, как, например, затраты на ГСМ, то есть те расходы, которые мы можем непосредственно отнести в рамках одного рейса. Далее возьмем, допустим, уже косвенные расходы. Здесь мы конкретно отнести на какой-либо из рейсов не можем, то есть это за... Здесь мы берем затраты за определенный период времени, например, когда мы проводили ремонты, и в последующем нам требуется распределить траты на этот ремонт по рейсам, которые исполняло то или иное транспортное средство. И расходы будущих периодов. Ну, да, там все мы знаем то, что никуда не обойтись без страхового полиса, там КАСКО, ОСАГО, которые оформляются на год вперед, и также нам требуется учитывать данные затраты. И в последующем проанализировать наши доходы и расходы, которые мы понесли. Говоря о базовых возможностях верхнего уровня для WMS X5, стоит упомянуть о возможности параметризации, поистину, безграничные возможности параметризации всех процессов, событийная модель управления, то есть помимо последовательной модели передачи и трансформации документов, система позволяет управлять товаропотоком на складе на основе зарегистрированных событий. То есть, условно, если у нас автоматически изменилось состояние товара на брак или просрочен, мы можем настроить подписку на данное событие, чтобы система автоматически на основании этого спланировала перемещение товара из зоны основного хранения в зону брака или зону просроченного товара. Также для нашей системы характерны широкие возможности интеграции с различными системами или с комплексами систем, в том числе с корпоративными, транспортными и различными внешними системами. Стоит упомянуть платформенные возможности, так как все возможности платформы 1S8.3 вы можете использовать в рамках Axelot WMS X5. Одно из важных, но базовых преимуществ является управление работами в реальном времени, понимание того, что происходит на складе из-за использования терминалов сбора данных, то есть TSD, которые с помощью Wi-Fi сети связываются с системой, предоставляя актуальную информацию о текущем положении дел, то есть о статусе выполнения задач, их результате, текущем этапе их выполнения и так далее. Также система персонифицирует задачи, то есть у каждого работника есть свой уникальный логин и пароль, и поэтому каждая задача привязана к ответственной персоне, что позволяет отследить время выполнения, эффективность работы сотрудника и управлять мотивационными схемами в пределах персонала склада. Ну и на основе всей отобранной информации, после анализа товарооборота и так далее, отображается реальная значимость логистики, отображается она не просто на словах, а в цифрах, что позволяет понять, что склад является действительно точкой конкурентного преимущества для любого предприятия. Надо отметить уже достигаемые эффекты после автоматизации предприятия полного цикла агропромышленного комплекса. Здесь стоит отметить это снижение использованного количества транспортных средств, их полную утилизацию, соответственно, вытекающая минимизация времени на планирование маршрутов, снижение трудозатрат логистов, и одним из важнейших показателей – это соблюдение правил биобезопасности, потому что на основном из участков цепи, когда там перевозка уже от кормозавода и заканчивая перевозкой до завода с производством, нам требуется, ну и также до конечного клиента, нам требуется учитывать весь комплекс дополнительных операций, которые производятся с транспортными средствами и выполняются с водителем. То есть при прибытии на тот или иной объект, даже помимо транспортного средства, даже водителю необходимо пройти комплекс процедур, чтобы в соответствии с санитарными нормами, используемыми на предприятии. Что про WMS X5, достигнутыми эффектами является управление запасом на разрезе партии и сроков годности, условия хранения, что позволяет обеспечивать сохранность товара на пути его циклических движений в пределах склада. Также облегчено взаимодействие с регуляторами, в данном случае это честный знак для молочной продукции, что оставляет склад в легальном поле, как и бизнес, обеспечивая прозрачность всех операций. Также система снижает, значительно снижает влияние человеческого фактора, которое не стоит недооценивать, и позволяет комплексно анализировать товарооборот, эффективность сотрудников, и проводить оптимизацию складских процессов на основе собранных данных, снижая лишние траты на склад и увеличивая его эффективность. Как вы видите на данном слайде, все обозначенные нами выше узлы заключены в один большой логистический контур агропромышленного комплекса. На схеме виден наш подход к приоритизации. Мы разделили узлы по приоритетам с помощью цифр 1 и 2, там, где 1 – это узлы, нуждающиеся в автоматизации прямо сейчас, на наш взгляд, и под номером 2 – там, где автоматизация нужна не в большинстве случаев. Но отрасль развивается, и через год или через два мы увидим на этой схеме много новых звеньев, и приоритеты поменяются, и начнут подниматься вверх почти для каждого звена. Перед бизнесом возникнут новые задачи, и, на мой взгляд, это здорово, ведь отрасль развивается, и это напрямую отражает динамику ее развития. Соответственно, с повышением количества задач мы предложим вам больше решений, вникая в наши общие проблемы и вызовы. Это позволит вам увеличивать уровень сервиса, клиентского сервиса, сначала обсчитав его, измерив его нынешний уровень, а после увеличивая и управляя его оптимизацией и контролируя его рост. И особенно важно, я считаю, отметить, что уровень сервиса в общем, на уровень сервиса в общем для данной цепи влияет уровень сервиса для каждого звена данной цепочки. Ну, если говорить о переменах, 2020 год показал, что большая часть изменений в различных отраслях, не только в агропромышленном комплексе, связаны с цифровизацией. И я повторюсь, что автоматизируя логистику транспортную, так и транспортную внутри вашей отрасли, вы создаете устойчивую основу бизнеса как для перемен, так и для будущего развития. Мы же, в свою очередь, будем рядом с вами, предлагая наиболее эффективные решения. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Коллеги, всем спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok